До 1 сентября всего ничего. Что обсуждали на традиционном августовском совещании педагогов Республики, узнаем через минуту. Меценат из Дагестана помог семьям из ДНР и ЛНР подготовить детей в школу. Как встречали гостя с подарками, расскажем в выпуске. Проверка огнем. Пожар выявил миллионные кражи при строительстве Кизилфовского роддома. Вернуться в октагон спустя 10 лет. Боец тяжеловес Магомед Маликов вызвал на бой реванш американца Кенни Гарнера. О том, как проходила подготовка к поединку, узнаем в итогах недели. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях в минувшей неделе расскажем прямо сейчас. Одно из новшеств нового учебного года – введение в школах должностей советник директора по воспитательной работе. Что это за должность, какие задачи возьмут на себя советники и о чем еще говорили на августовском совещании педагогов, расскажет Дарьяна Шумхалаева. С новыми технологиями в новый учебный год. Достаточно навести смартфон на картинку, и летчик, герой Советского Союза Амитхан Султан, сам все о себе и расскажет. Невозможное стало возможным благодаря разработке юного программиста из Дагестана, который потратил на это три месяца. Так появилась электронная галерея героев. Нам приходят изображения, и каждый этот герой рассказывает о своем последнем бою. Он реально еще никогда проекты не делал. Вот мой первый проект. Эту и другие разработки школьников и студентов увидели участники августовского совещания работников образования. Уже в зале речь зашла об отрасли в целом, а конкретнее о нововведениях. С 1 сентября в дагестанских школах вводится должность советника по воспитательной работе, который будет отвечать в том числе и за патриотизм в ученической среде. Педагоги должны быть ориентированы не только на высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, но и выполнять более широкую социально-педагогическую миссию. Именно вы, учителя, влияете на развитие личности и формирование неравновения детей. 93 педагога в этом году поедут работать в села. В рамках программы «Земский учитель» каждый специалист получит миллион рублей. Поговорили и о недоделках. Не во всех образовательных учреждениях успели с капитальным ремонтом к началу учебного года. Тем не менее, более 20 отремонтированных школ откроют свои двери к 1 сентября. До конца года должны быть достроены 30 школ и 44 детсада. В рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в Республике года образования запланирование открытия различных образовательных учреждений, проведения сессий, научно-практических конференций, конкурсов, форумов и соревнований. Большинство мероприятий в соответствии с указанным в плане основных мероприятий по проведению года образования на сегодняшний день уже реализованы. В сентября нам еще предстоит активная работа по проведению оставшихся мероприятий года образования. Нерешенных проблем в отрасли образования все еще достаточно. Это и ликвидация трехсменки, и вопросы заработной платы педагогов. В 2022 году объявлен годом образования в Дагестане. Хотелось бы услышать, что именно ждет учителей в отношении их финансов в этом году. Будет что-то новое или нет. Проблема, конечно, состоит в том, как совершенствовать методическую службу в условиях внедрения обновленных ГОСов. В принципе, многое понятно, но есть нюансы, которые нужно будет выяснить в процессе секции, которая сегодня состоится на базе ДИРО. Развитие образования – одна из приоритетных задач руководства республики. Об этом говорят и объемы финансирования. В текущем году средств выделено на 22% больше, чем в прошлом. Кроме того, на предстоящий год предусмотрено выделение денег и на федеральном уровне. Но одно дело, как говорится, получить средства, другое – своевременно их освоить. И за это, по мнению профильного министра Бучаева, должны отвечать руководители муниципалитетов. Лариана Шамхалаева, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Две с половиной тысячи детей в Дагестане встретят День знаний как настоящий праздник. Благотворительный фонд «Инсан» провел на неделе акцию «Собери детей в школу» для нуждающихся семей региона. Ежегодно под эгидой фонда в городах и районах республики проводятся праздничные мероприятия для сотен юных подопечных. В торжественной обстановке из рук почетных гостей школьники получают портфели с необходимыми школьными принадлежностями. Десятки магазинов по всей республике с удовольствием принимают участие в благотворительной эстафете и берут под свое крыло по несколько многодетных семей. Именно благодаря спонсорам становится возможным оказывать родителям в том числе финансовую помощь для покупки школьной одежды. Так, в рамках акции школьники из нуждающихся семей, состоящих на попечении фонда «Инсан», получили по пять тысяч рублей. Участие в этой акции принимают наши постоянные спонсоры, как постоянные спонсоры, так и все эти люди, которые жертвуют средства в объявлении нам сборов. Хотим всех поблагодарить, кто принимает участие, кто берет определенное количество детей, как пять, десять, пятнадцать детей берут на себя обеспечение, кто жертвует даже простым обычным рублем. Пусть все то добро, которое мы несем, оно обернется в тысячекратном размере. Собрать ребенка в школу – дело не только хлопотное, но и затратное. В преддверии первого сентября родителям приходится выкладывать кругленькую сумму, чтобы подготовить ребенка к школе. Однако сегодня не для всех эта сумма является подъемной. Речь о семьях из ДНР и ЛНР. Многие юные жители Донбасса сейчас находятся в пункте временного размещения в Ростовской области. Свою помощь имя оказал и меценат из Дагестана Магомед Гаджимагомедов, который навестил ребятишек и привез все необходимое к новому учебному году. Продолжение темы в сюжете наших корреспондентов. Констовары, школьная форма, ученические принадлежности и многое другое Магомед Гаджимагомедов, надо сказать, в Ростовской области не в первый раз. Меценат совместно с муфтиятом Дагестана принимал участие в гуманитарных акциях с самого начала специальной военной операции. Эта акция, как говорит сам Гаджимагомедов, не первая и не последняя. Когда только начали выезжать беженцы в сторону Ростова, только начали, я выехал, мы совместно с Духовным управлением республики Дагестана привезли сюда 4 фуры, мы выгружили в Ростов. После этого времени, до сегодняшнего дня, мы отправляем груз. Я заезжал несколько раз на территорию. То есть эти продукты, да? Продукты обязательно, продуктами. Вот сейчас решили накануне учебного года поддержать наших будущих ученых, будущих ученых, будущих наших, поддержать, чтобы они тоже знали, поняли, что мы их не бросаем. Конечно, сейчас я сюда заехал, вижу, они такие, да, дети, я сюда, мы сюда привезли то, что я своим детям купил. Разница не та. То, что своим детям я купил, то и вот такой портфель моего сына тоже есть. Дочка там в садике. Ну, все, что им купил, то и сюда тоже привезли. Я и Ростов, и Крым, и в Севастополе, и в Мелитополе, и там в Запорожье, в Лихарске. Родина. Это же родина. Надо же защищать родину. Кто что может, то и должны сделать. Сотни детей сейчас находятся здесь, во временном пункте размещения Ростовской области. Они всегда рады гостям. А гостям с подарками тем более. А тебе сколько лет? Семь. Семь. Когда в школу? В сентябре пойдем. Я вам привез портфели, новые рубашки, фломастеры. До начала учебного года осталось всего ничего. Собирать детей в школу – это дополнительные расходы для большинства родителей. А для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации в статусе беженца, это почти непосильная задача. Поэтому помощь, оказанная Дагестаном, пришлась как нельзя кстати. Спасибо вам огромное за то, что вы подарили сегодня ребятам этот замечательный праздник. Мы находимся в пункте временного размещения, который называется «Ромашка». Одновременно в этом пункте находятся тысячи человек, которые приехали к нам из Донецкой Народной Республики. Из них 680 – это дети. И поэтому сегодня невероятно важно, приятно для этих деток получить те подарки, которые вы привезли, те школьные принадлежности. Потому что 1 сентября двери наших школ Ростовской области откроются, и дети пойдут в первый класс. Ларьяна Шемхалаева, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Ростовская область. 20 миллионов. Именно столько было похищено при строительстве роддома в Кизелюрте. Медицинское учреждение на 120 коек строится аж с 2008 года. За это время на возведение объекта потрачено около 1 миллиарда рублей. Напомним, что ситуация вокруг роддома широко обсуждалась в республиканских СМИ еще в июне этого года после пожара на объекте. Огонь повредил крышу и фасад здания. Тогда силовые структуры и заинтересовались качеством проведенных работ. Управление ФСБ совместно с МВД по региону установили факты завышения подрядчикам объема выполненных работ и стоимости закупленного оборудования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Капитальный ремонт школы номер 9 в Кизелюрте уже на финишной прямой. Все строительно-монтажные работы в образовательном учреждении практически завершены. Мастера наводят финальные штрихи. Как отмечают специалисты, на объекте прошла масштабная перезагрузка. Нетронутыми остались только кирпичи. Подробности в сюжете по теме от Ханаповой. В советское время здесь располагался административный офис завода. Затем здание выкупили под школу. Отсюда и технические отклонения от требуемых стандартов. Кабинеты небольшие, санузел во дворе, нет спортзала и так далее. В 2022 году школа вошла в число участников масштабного федерального проекта, благодаря чему условия удалось существенно улучшить. Муниципальное бюджетно-образовательное учреждение работает с 1990 года. В течение всех этих лет здесь не было капитального ремонта. Конечно, очень тяжело было смотреть на все эти разбитые стены, разбитые кабинеты. И мы благодарны тем людям, которые постарались, чтобы вошли в программу капитального ремонта. Так, в четырехэтажном здании школы новые фасады, новая крыша. Полностью заменены электропроводка и система водоснабжения, отопления и канализации. Благодаря программе капремонта удалось увеличить количество классных помещений. Мы смогли сегодня вот такими, какими вы нас увидели, представить нашу школу. Она яркая, красивая, очень красиво подобрана цветовая гамма. Также хочется спасибо сказать подрядчикам, которые целыми днями и ночами трудились для того, чтобы успеть в срок сдать школу. Сегодня остается просто навести мелкие штрихи, пополнить классы мебелью, оформлением. И мы готовы уже встретить детей в стенах нашей школы. Здесь обновили кафель, сделали ремонт во всех классах и коридорах, достроили медкабинет. А школьная столовая теперь имеет раздельные цеха, хранилища для продуктов и комнату для персонала. Очень красиво все столовое. Просто на самом деле, Люба, смотреть сейчас, какая была столовая, и сейчас какой красивой столовой наши детки будут кушать. Конечно, это тоже очень важно. Очень много изменений. И еще у нас будет кабинет технологий, что очень радует. У наших детей будет возможность творить, работать в этом кабинете. Это очень важно. Например, когда еще говорили о планировании, что вот это все намечается сделать, еще тогда я очень за детей радовалась, честно говоря. И когда мы уже увидели этот кабинет преобразованный, просторный, красивый. Все строительно-монтажные работы в школе уже завершены. Мастера наводят финальные штрихи. Коллектив школы, засучив рукава, вооружившись перчатками, шваброй и тряпками, готовит свои классы к первому сентября. Более 600 учеников благодаря проекту теперь будут получать знания в комфортных условиях. По тематам Ханапа, Морд Бигбарзов, Новости ННТ, Кизилюрт. Перед правительством Дагестана стоит задача по созданию необходимых условий и конкурентной среды для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил премьер-министр республики на заседании Совета при главе по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства региона. Для достижения поставленной задачи реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной инициативы», направленный на всестороннее улучшение бизнес-климата. Входящий в его состав три региональных проекта учитывает все стадии предпринимательской активности. Национальным проектом поставлена задача увеличить число занятых в «Малом и среднем предпринимательстве» в стране до 25 миллионов человек к концу 2024 года, в том числе до нашей республики до 98 тысяч человек. В период внешнеэкономических санкций наша задача не просто решить текущие проблемы, но и проанализировать состояние сектора малого бизнеса в целом, понять, насколько эффективны и доступны существующие меры государственной поддержки, продолжить работу по разработке новых форм государственной поддержки бизнеса. Мы не должны ждать, когда прибыли инвесторы, а должны конкурировать, искать их, а для этого у нас в регионе должна быть создана необходимая инфраструктура. Мы не призываем разрушать действующие механизмы привлечения инвестиций, но их дееспособность должна подтвердить конечным пользователям инвесторов. О том, как внедряется региональный инвестиционный стандарт, рассказал руководитель агентства по предпринимательству инвестициям республики Артем Хрюкин. Он сообщил, что в Дагестан вошел в список 33 субъектов России, в которых планируется пилотная реализация проекта. В случае его успешного внедрения устанавливается право налогоплательщика уменьшить суммы налога на прибыль организации. Если мы в этих 33 субъектах сумеем удержаться, потому что там скорость действия очень большая, и, честно говоря, нам сложновато все это проходить. Если мы удержимся, то со следующего года мы попадаем в федеральную программу, в том числе по налогам и ботам. Это результатом будет являться вот эта работа. Нам главное просто удержаться в этих 34 субъектах. Хочу сказать, что мы сумели в этот, как последний вагон уходящего поезда, влезть и пока держимся. Я думаю, что справимся. Случаи мошенничества с деньгами, выделяемыми государством на поддержку сельхозпроизводителей в Дагестане, существенно сократились. Об этом на пресс-конференции заявил глава Министерства Республики Мухтар Виаджеков. По словам чиновника, большую роль в этом сыграл многолетний опыт взаимодействия министерства с представителями отрасли. Сотрудничество позволило ведомству определить, кто реально занимается сельским хозяйством, а кто случайный человек. Аджеков также рассказал, что в сфере сельского хозяйства Республика показывает практически стопроцентные результаты. Активно развивается лесоводство, животноводство, растениеводство. Особым спросом пользуется местный рис. А вообще правда, что считается наш рис одним из лучших? Самый лучший, да. Это и признают. Поэтому наши сети, крупные сети российские с удовольствием закупают наш рис. И даже на экспорт очень много запрашивается. Но так как в этом году из определенных сложностей по рису сейчас экспорт запрещен, как бы да, прекратили. Поэтому пока будем насыщать свой внутренний рынок. А так, что касается качества, безусловно, это один из лучших по качеству наших дагестанцев. Говорили на пресс-конференции и о проблемах. Так, глава ведомства отметила, что в Республике недостаточно хранилищ для овощей и фруктов. На данный момент на складах находится всего лишь 30 тысяч тонн, что существенно отличается от других регионов, ведь цифра доходит до 200 тысяч. Воскресенье 28 августа стало знаменательным днем для известного дагестанского бойца Магомеда Маликова. Спортсмен вернулся в ММА, чтобы провести бой-реванш спустя 10 лет. О подробностях боя Маликова с американцем Кеной Гарнером мы расскажем в следующих выпусках. Сейчас же мы узнаем о том, как дагестанский бойец готовился к одному из самых ответственных поединков в своей жизни. Считанные дни до боя Магомед Маликова тачивает свои любимые комбинации. Бой в Каспийске для 39-летнего тяжеловеса – самый долгожданный в карьере. Десять лет назад в ярком поединке он уступил Кене Гарнеру. Брать реванш Маликова предстоит на глазах у родной публики. Конечно, это двойные ответственные. Даже я помню, в Ингушетии, когда я дрался, такое количество людей туда приехало. Я был, выходя на бой, я видел огромное количество сельчан с района, знакомых. Такое ощущение было, весь Дагестан туда приехал. С одной стороны, приятно, с другой стороны, есть. Если бы был помоложе, на эти вещи можно было бы внимания не обращать, но с возрастом тоже какую-то ответственность чувствуешь перед этими людьми. Возраст в паспорте для Маликова – это лишь цифра. Тренировки проходят наравне с чемпионами ведущих бойцовских лиг России. Опытный тяжеловес имеет в послужном списке победы над Александром Емельяненко, Алексеем Олейником и Джеффом Монсоном. Эти ветераны еще не завершали карьеру, и их пример отчасти побуждает Маликова продолжать выступать. Они определенно вносят эту мотивацию, но все-таки меня больше мотивирует. Вот тренер мой, тренера мои, эти старшие братья, которые говорят все время, да, у тебя получается приходить на тренировки, работай, исправлять, направлять. И вот эти чемпионы, ребята, да, с кем я работаю, лет на 15-16 моложе, чемпионы таких известных лиг, работая с ним, в любом случае получаешь такой заряд. У нас же вот стереотипно, если вот так размышлять и думать, вот 40 лет уже все, с тростью пора уже ходить и как бы себя списать. Соперник Кенни Гарли, мы знаем, как бы, да, вот, боец такой настырный, настырный, непредсказуемый, поздороваться нельзя с ним. Мы уже видели это. Поэтому, в основном, я думаю, стойки будут проходить. И я, как думаю, Маликов должен выиграть нокаутом, потому что для нас это очень важно, в реванше, чтобы Маликов выиграл. Точку поставить, да? Да, поставить точку и дальше двигаться. Очередной турнир UFL призван открыть болельщикам ММА новые имена. Всего зрители увидят 15 поединков с участием перспективных бойцов из клуба Universal Fighters. Гаджумрад Абдулаев в Каспийске проведет свой девятый бой. Средневест из Махачкалы начинал карьеру в Китае. Побеждал он и в ведущем промоушене Азии 1FC. А в перерывах между боями успешно выступает по грепплингу. Соперник у меня Павел Масальский, представляет Белоруссию. Ну, посмотрел я пару боев довольно крепкие физически. Ну, главный аспект его – это физическая сила, выделяется физическая мощь, но в техническом плане я считаю себя лучше как в стойке, так и в борьбе. И он тоже так больше акцент на борьбу. Да и думаю, у нас, когда двое борцов стакивается, обычный бой проходит со стойки. Я думаю, больше бой пройдет со стойки, да. Любой боец, который выступает, если он не хочет стать лучшим в своем весе в мире, то я не думаю, что есть смысл вообще заниматься этим. Я хочу, чтобы меня признали не сегодня, а так завтра, чтобы один день, чтобы я стал в своей весовой категории лучшим. Турнир ЮФЛ-4 28 августа примет Каспийский дворец спорта имени Али Алиева. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова